Ну не знаю, у меня нет, я фамилию не скрываю, я не мужчина по имени Сергей, хотя мне Сергей зовут. Да? Я свою фамилию ни от кого не скрываю. Ты не мужчина? Короче, я вас слушаю внимательно. Полиция, помощник дежурного, Костя, слушаю вас. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, поступила информация в нашу группу, что был задержан Сергей сегодня у вас. В вашу группу куда? В нашу группу туда, это Сергей был задержан... Что? Сегодня Сергея такого человека задержали? Я, значит, вам еще объясню, до этого я объяснял, что вся информация по задержанным только при личном обращении к близким родственникам. По телефону данную информацию не предоставляем. До свидания. Полиция, помощник дежурного, Костя, слушаю вас. Слушайте, не бросайте трубку. Я тут консультирую. Подождите, не надо это самое. Да, я хочу поговорить и хочу узнать. Потому что я звоню. Подождите. Это служебный телефон. И что? Если у вас есть какая-то проблема, озвучьте. Вот у меня проблема, да. Я озвучиваю ее. А вы мне не даете ее озвучить. Я вас спросил, что вы хотите. Вы познакомиться хотите с фамилией, имя, отчество? Слушаю вас. Так, вы, Костя, Рев, не хотите называть свое имя, отчество. Это очень подозрительно. Скажите, я консультировалась. Вы мне сказали, что только информацию предоставите о Сергее, задержанном, родственникам. Какая статья, какой закон вы использовали? Назовите, пожалуйста. Сейчас тестирование будете проводить. Ну, вы же... Вы фамилию, имя, отчество Сергея знаете? Я знаю... Насчет кого я должен информацию давать? Насчет кого? Вот скажите, пожалуйста. Хорошо. Был сегодня задержан такой человек по имени Сергей. И сколько было задержано? Может, их 10 человек. Ну, может быть, озвучки всех. Может быть, ни одного. Какой интересует вас Сергей? Сколько сегодня Сергеев у вас было задержано? Вам по каждому дать информацию? Мне не по каждому. Сколько сегодня у вас было задержано Сергеев? Значит, я вам еще раз говорю. Вся информация по задержанным, только при личном обращении. Близким родственникам. К какому Сергею вы... Назовите закон, которым вы сейчас... Вот это вот... То, что вы сказали, что близким родственникам... Я такого не знаю. Значит, я разговор считаю с вами нестерницеобразным. Что значит, вы считаете? Полиция, потому что... Я уже звонила, я узнала фамилию. Понял. Да, фамилию узнала. Фамилия его... Не может быть. Физического лица Поликарпов. Имя, отчество. Сергей Александрович. Число, месяц, год рождения. Сегодня был такой задержан? Число, месяц, год рождения. Я не обязана знать его число, год рождения. Значит, я вам еще раз говорю, что данная информация по телефону не предоставляет. Какой мне вообще? Помощный дежурнал, а по телефону слушаю вас. Я снова звоню узнать. Значит, вы говорите близким родственникам. Я заявляю вам, что все, весь человеческий род, это братья и сестры. Так что я его сестра, я бы хотела узнать, что с моим братом. Совершенно верно. С вами согласен. Все близкие родственники, да. Но у этих близких родственников есть документы, подтверждающие непосредственное родство. Понимаете? Поэтому жду вас с документами. Где вы ждете? В отделе полиции. В Кусту с документами у вас. Всего доброго. До свидания. Дежурная часть Апатита Орзаев. Еще раз назовите фамилию. Не расслышу. Дежурная часть Апатита Орзаев. Орзаев? Да. Орзаев. Первая буква О, Олег? Да. Орзаев. Добрый день. Подскажите, куда я попал? Что это за номер телефона? В дежурную часть. Еще раз вам повторяю. Дежурная часть чего? Какого города? Апатиты. Апатиты? Да. А отдел полиции какой номер? Скажите, отдел полиции. У нас один отдел полиции. Один, да? Так, значит, давайте я скажу, кто я. Журналист, заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион Антон Николаевич Булгаков. Меня интересует информация по поводу живого мужчины, хозяина имени Сергей, имя, отчество, персоны Сергей Александрович Поликарпов. У вас какой содержится? Такую информацию мы по телефону не передаем. Даже СМИ? Даже СМИ. По телефону никуда никому не передаем. Вы отказываетесь предоставить информацию СМИ? Мы не передаем телефон. Вы отказываетесь? У нас есть, так сказать, нормативные правила, которые запрещают такую информацию передавать всем. И если только близким родственникам при личном решении, при предъявлении паспорта. Вы в курсе, что средства массовой информации, есть такая статья уголовного кодекса, 140-я статья, это воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Вы мне отказываетесь предоставить информацию. 7.12.55, звоните, и они вам там все подробно расскажут. А так мы не можем им говорить. По кому не можете? Он же у вас содержится? Ну, у нас он сейчас не содержится. А где он в СМИ? Не могу вам сказать. Ну, обычно куда везут? В изолятор же временный какой-то. Сезон номер два? Или где? Я не могу сказать. А какой статье вы задержали? Я не могу вам сказать. Все вопросы 7.12.55, звоните и звоните. Ну, как не можете. Вы уже часть информации сообщили. Начальник спрашивает, Лаксин, чем вы поможете? Еще раз фамилия как? Ваша. А? Лаксин. Лаксин. Первая буква Леонид, Л. Вы кто вообще есть? Вы уточните, вы обязаны представиться. Еще раз фамилию. Я представился. Я уточняю. Первая буква Л. Я представился. Было дело. Я не расслышал. Я уточняю. Первая буква Л, Леонид? Не Леонид. Лаксин, я сказал. Первая буква какая? Вы кто вообще есть? С какой целищно звоните? Я вам представился. Нет, до конца не представились. Первая буква М. Я слушаю вас внимательно. Я хочу уточнить фамилию. Вы отказываетесь? Я вам представился вообще-то. Нет, не представились. Если у вас проблема со слухом, то это вы не туда звоните. У нас проблема с произношением фамилии. Еще раз посмотрите. Я вас слушаю внимательно, мужчина. Вы букву уточните вашей фамилии. Я вас слушаю. Это такая буква что ли? Нет такой буквы в русском алфавите? Есть. Есть такая буква. Я вас слушаю и нет такой буквы в русском алфавите. Вот уточните первую букву в фамилии. Я внимательно вас слушаю. Что вы хотите сообщить? Но вы специально не называете первую букву в фамилии. Это что? Я вам сказал свою фамилию. Никаких проблем с этим не было. Что я не представлялся. Первая буква какая ваша фамилия? Не знаю, что из полиции пошли на полицию. Почему я не помню? Еще раз назовите фамилию, не раз слышу. Вы куда звоните? А? Вы куда звоните? В отдел полиции. Слушаю. Ну так фамилию назовите погромче. А я фамилию Павла Мушнов. Павла Мушнов, да? Да. Первая буква П, Петр, да? П, да. Ага, благодарство. Значит, звонит вам журналист, заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион. Что? Кто звонит? Журналист, заместитель главного редактора. Информационное... Что? Заместитель главного редактора кого? Информационное агентство Камчатский регион. Подожди. Антон Николаевич Булгаков. прослышали или записываете алё алё вы меня слышите алё алё дежурная часть правщик власть ничего не могу помочь еще раз как фамилия а ваша а ваша да ваша как фамилия журналист чего-то камчатского продолжать начать начали так сказали как агентство называет я вам скажу когда вы свои фамилии назовете я запишу ну так я тоже записываю лакшин же правильно первая буква линия от инкогнито лиц не принимаем вы что хотите не разговариваю фамилии одной целью у нас звонить вы чел у тебя чё там все инкогнито все свои фамилии скрываете что не понял я спрашиваю вы чё там все инкогнито все фамилии твои скрываете или все-таки по законам проблема со слухом то это ваши проблемы у меня проблемы со слухом это у вас проблемы с называнием своей фамилии ну не знаю меня нет я фамилию не скрываю я не мужчина по имени сергей хотя мне Сергея зовут. Свою фамилию ни от кого не скрываю. Вы не мужчина? Короче, я вас слушаю внимательно. Ага, хорошо. Я просто уточняю. В комплекте своей полемики будьте заниматься. Я вас внимательно слушаю, записываю информацию от вас. Просто по слуху у вас голос-то мужской, а вы говорите, что вы не мужчина. Сообщайте информацию насчет мужчины. Приезжайте сюда, поговорим здесь. А, то к вам за решетку что ли? Не надо за решетку, у нас нет решеток. Да ладно, в дежурной части нет решетки? Нет, у нас запрещено. И у вас это не режимный объект? У нас режимный объект, а решетки нет. А номер режимного объекта сообщите, пожалуйста. Приезжайте, я вам все покажу. Какой номер вам сообщить? Ну, у режимных объектов есть номера. Не в курсе? Какой номер вам, я не знаю. Ну вот, режимного объекта. Вы же назвали, сказали. Да, секретная информация, не для общественности. Такая секретная? Да. А деятельность о полиции разве не открытая? Номер режимного объекта. Что за номер режимного объекта? Где вы такого начитались? Так в том-то и дело, что это вы вам что-то там сказали? Вы со мной подискутировать хотите или сообщите что-то полезное? Стоп, вы сказали, что... У вас проблемы, трудности, вас ограбили, изделили. Вы сказали, подождите, что вы перебиваете-то все время? Это что за поведение? Я слушаю вас внимательно. Что вы мне хотите сообщить? Так слушайте, а не перебивайте. Ну, слушаю. Ваша фамилия, представьтесь. Фамилия, имя, отчество. Перебивайте, я представлюсь. Слушаю. Так. Точнее, не представлюсь, а скажу о действительности. Вам звонит. Журналист. Как? Журналист. Ну? Да не ну, а не перебивайте. Фамилия ваша, журналист? Так дослушайте. Журналист. СМИ, средства массовой информации, информационное агентство. Камчатский регион. Антон Николаевич Булгаков. Камчатский регион. Антон Николаевич... Булгаков. Булгаков. Ага. Да. Что вы хотите, Антон Николаевич? Ну вот, нормальное общение пошло. Так. Слушаю вас внимательно. Так слушайте, пожалуйста, не перебивайте. Меня интересует судьба живого мужчины по имени Сергей. Вы, наверное, уже в курсе, да? Раз такие вещи занимаетесь. Я тоже, Сергей. Моя судьба интересует, что ли? Да нет, не ваша. Вы же не мужчина. Я говорю про мужчину. Вы же сами сказали, что вы не мужчина Сергей. Правильно? Какого мужчины Сергея? У нас Сергеев доставляется, как бы вам сказать, очень много. Фамилию его скажите. Слушайте внимательно. Значит, имя, отчество Персоны Сергей Александрович Поликарпов. Так. Так. Был вчера такой передан в город дел. В город дел. Номер... На ИВС. На ИВС? Да. А в связи с чем он задержан? Статья? Статья неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции. Номер статьи 19.3? Да, именно она, часть первая. Ага. То есть, какое законное требование он не выполнил? Можете это уточнить? Так, что-то там у него... Короче, вы можете в город дел перезвонить, он сейчас там находится. Номер телефона. Я вчера не работал. Я знаю, что он задержан по 19.3, часть 1. За неповиновение сотруднику полиции, законному распоряжению. Ясно, ясно. Номер город дел. А у человека, который его задерживал, сейчас нет. Это все было вчера, сами говорите. А фамилия... Вчера, когда 20-го шло вроде задержали. А фамилия есть у человека, который его задерживал? Есть. Но это вы можете узнать уже только где-нибудь здесь у нас, а не по телефону. А, где-нибудь у вас? Не где-нибудь, а в дежурной части транспортной полиции. Находится на ЖД вокзале. Трудовая, дом 1. Вы мне скажите номер телефона и город дел, а где он сейчас содержится? 02. 02? Нет, я... Или 112. Я с другого города звоню, но скажите, как можно дозвониться из другого города? 815-55. Угу. И... 612-20. 612? 612-20. Еще раз. Вы 112 позвоните, и вас свяжут. Тем город делам, который вам нужен. Не-не-не, 112 это здесь, по местности меня свяжут. А меня интересует прямой телефон, чтобы я мог... Вас по местности свяжут. Так как вы будете звонить по линии городских отделов, вам подскажут номер дежурной части города Апатиты. Так. Мы звоним им через 112 от нас. Угу. Я уточняю, вы сказали 612-20, правильно? Я точно не помню. Или 616, или 612-20. По-моему, 616-20. Угу. Благодарствую, Сергей. Вы очень любезны. Да не за что. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал. Как еще раз фамилия? Керимов моя фамилия. Керимов, да? Первая буква К, Константин, правильно? Керимов. Вроде букву Р я выговариваю. А, вроде бы. Ну, связь такая, что поделаешь. Первая буква К, Константин, да? Керимов. Керимов. Все, ясно, да. Да, слушаю вас. Подскажите, что там? Можете говорить? Ну, говорите, говорите. У меня тоже в телефонах звонят же. Ясно. Значит, звонит вам журналист, средства массовой информации, информационное агентство, Камчатский регион, заместитель джингового редактора, Антон Николаевич Булгаков. Очень приятно слушаю вас. Меня интересует судьба живого мужчины, хозяина имена Сергея. Имя, отчество... Фамилия как этого Сергея? Имя, отчество, фамилия персоны Сергея Александрович Поликарпов. Чего Сергей? Сергей Александрович Поликарпов. Информация, вот смотрите, обоставленная задержанная, информацию мы не предоставляем только близким родственникам при наличии паспорта. А так, если вы хотите более подробно что-то узнать, звоните 712-55 или 712-89 по этим телефонам. Они там вам полностью расскажут про Сергея и все остальное. Так, 712-55, и еще какой номер? 712-55, 712-89. 8-9, подождите. Это тоже самое, код города. Подождите, мне уже известно, что его задержали по статье 19.3. Это неповиновение законов. Мужчина, я же вам еще раз говорю, такую информацию мы не предоставляем, к сожалению, по телефону. Близким родственникам. Только при наличии паспорта. Не обязаны предоставлять информацию средствам массовой информации. Здравия всем. Я нахожусь сейчас в зале городского апатистского суда. Находится здесь мужчина с именем Сергей. Его задержали по статье 19.3. Вот, якобы неповиновение каким-то лицам, называющими себя сотрудниками полиции. Сегодня состоялся суд, где не было документа персоны с фамилиями и отчеством, а был мужчина с именем Сергей, который представил судье документ, подтверждающий это, судебно-медицинское исследование генетическое. Судья даже его не взял во внимание. Поэтому вынес приговор персоне, хотя я не признавался его персоной, был вынесен приговор персоне, который еще дали 7 суток. То есть, должны они сейчас отвезти персону туда, персону, то есть паспорт, но не человека, не мужчину с именем Сергея Живого. Поэтому, кто хочет это может помочь мне, пожалуйста, сообщаю, что мужчину Сергея незаконно удерживают в Апатитском отделении межмуниципального отдела МВД Российской Федерации. Приговор вынес председатель суда Апатитского, Иванов Дмитрий Александрович, вынес приговор персоне с фамилиями и отчеством еще о назначении 7 суток. Но на суде не было персоны, а присутствовал живой мужчина-человек. Поэтому прошу, кто может, окажите содействие, звоните, куда посчитаете нужно, потому что незаконно удерживают мужчину, лишая его естественного права, данного ему от рождения, на свободу передвижения. Благодарю всех за внимание. До встречи.